Здравствуйте всем, кто будет смотреть это видео. Я его сделал для тех людей, которые хотят познать Бога, ищут Бога в своей жизни, хотят встретиться с Ним через Иисуса Христа нашего Господа. И для тех людей, которые хотели бы получить укрепление в своей вере, благодаря тому, что они верят в Иисуса Христа. Я хочу рассказать свое краткое свидетельство, как я пришел к Богу. Есть такое побуждение от Господа. Пусть вас Бог благословит, и пусть Бог касается ваших сердец, и пусть Он вам помогает искать Его лица, и помогает вам прийти к Нему наконец-то. Потому что все мы живем здесь на земле для того, чтобы однажды встретиться с тем, кто сотворил небеса, кто сотворил землю, кто сотворил весь этот мир. Начну с того, что я воспитывался в благополучной семье. У меня есть сестра старшая, у меня есть папа, мама. Родители у меня с высшим образованием, родители у меня преподаватели, учителя, папа еще и военнослужащий. То есть сказать, что я испытывал недостаток, у меня не было недостатка в семье, в любви, в поддержке и в каком-то материальных проблемах. Я не скажу, что мы жили богато, но мы не имели, ну как бы, не жили в бедности. И вот я закончил школу, пошел учиться, закончил школу, 10 классов. И вы знаете, все мои сверстники начали куда-то поступать в университеты, в техникум, у меня не было желания куда-то идти учиться. Моя сестра у меня старшая, она пошла учиться в университет, закончила институт иностранных языков с отличием. Но у меня не было желания где-то идти учиться и куда-то как-то продолжать. То есть я в этом видел, ну как бы, пустую трату времени. И я пошел работать, я устроился на работу. И вы знаете, я уже тогда начал переживать такое, знаете, депрессивное состояние, такое состояние тоски, какой-то неудовлетворенности, какой-то внутренней, внутренней какой-то такой депрессии. Что-то в этом мире не так, что-то со мной не так. Для чего я живу? Почему я здесь, на этой земле? Просто невольно задаешь эти вопросы. И так случилось, что я плавно от родительской опеки, так как мне уже было 15, 16, 17 уже вот так лет, так уже я начал, влился в компанию, подружился с ребятами во дворовыми. Но во дворе, как вы знаете, ничему хорошему не научат. Там я начал выпивать, курить, ругаться, начал очень низко опускаться. Начал с девчонками гулять. И понимал, что я нахожусь в какой-то проблеме. То есть я начал путь не вверх, я начал путь не в поиск жизни, смысла жизни, а начал опускаться вниз. И дальше больше, и дальше хуже меня было. Пришел мой друг с армии, и он уже на то время употреблял, курил травку. Я еще не курил, но я уже знал, что такое выпивка, я уже знал, что такое алкоголь. Я курил, выпивал. Ну, как везде, это было во дворах, это было нормально тогда. Это было середина девяностых где-то. И у меня все равно не удовлетворяло. Вы знаете, все равно я погружался еще в большую тоску, еще в большую депрессию. И вот пришел мой друг с армии, и он мне предложил, говорит, идем покурим травку. Ну, я всегда отказывался, но так как это мой друг детства был, я согласился, и пришли мы в компанию ребят, которые были неформалами, а они слушали тяжелый рок, и употребляли марихуану, курили травку. Я первый раз попробовал, и вы знаете, мне показалось, что я нашел в жизни то, что я искал, то, к чему я шел. Мне казалось, что это по-настоящему смысл жизни. Я пришел к этому, и думаю, вот, наконец-то я это нашел. Это счастье, это радость. То есть я сейчас это понимаю, анализирую, понимаю, что это все дьявол. Это он дает вот это вот временное удовольствие, мирское, плотское удовольствие, удовольствие моего тела, которое развращало меня и вело меня еще дальше в рабскую зависимость. И я начал этим заниматься, мне это очень понравилось. Сейчас мы начали курить, мы начали варить разные молоко, травы и так далее. То есть начали потреблять наркотики. И прошло два года, наверное, чуть больше двух лет, и я почувствовал, что я действительно приближаюсь к смерти. Я приближаюсь просто к какой-то бессмысленности, что ли. То есть я получаю удовольствие, но мне становится не лучше, а хуже. И с каждым днем я чувствовал себя все хуже и хуже. И самое главное, что я хотел освободиться. Я стремился к этому. Я хотел освободиться от наркотиков. Я принимал все усилия, занимался спортом, я бегал, я занимался по системе Иванова, обливался холодной водой. Я ходил босиком по снегу, делал всякие вещи. Старался этого всего не повторять. Но если я неделю, две недели максимум держался, потом опять я начинал делать то, что и делал. Я на то время уже работал в охране, в банке в охране, инспектором охраны, и я ввел тройную жизнь. То есть получается, для родителей я был хорошим сыном по-прежнему, то есть они не знали, чем я занимаюсь. На работе я был порядочным в галстуке, в пиджачке, никто не догадывался, чем я там занимаюсь в свою другую жизнь, дворовую. А когда я был во дворе, конечно же, мы подходили к тому, что я уже был в этой наркотической зависимости, психологической зависимости. Это тоже очень страшная зависимость. То есть я не кололся, у меня не было физической зависимости, но у меня очень сильная была психологическая зависимость, депрессия, постоянно мысли о том, где взять наркотик, постоянно мысли о том, где взять деньги, как встретиться с друзьями. То есть вся моя жизнь, это как стало моим богом, моим идолом. Вся моя жизнь сводилась к тому, чтобы мне получить этот наркотик, это удовольствие. И мне было страшно, я понимал, что я в страшной зависимости, и я пытался освободиться, я как со слезами на глазах, можно так сказать. Я шел опять к очередной дозе, опять мы курили, опять мы с ребятами, с наркоманами, с дворовыми, опять проводили это время, смеялись, там вроде как оно весело все, но потом это все до добра не доводит. Я приходил домой, я смотрел, что, несмотря на то, что я все имею, я имел деньги, я имел женщин, я имел наркотики, я приходил домой и чувствовал себя самым несчастным человеком. Я подумал, у меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь, я все попробовал, я все пережил в своей жизни, можно так сказать, или почти все. Но я был самым несчастным человеком, мне чего-то не хватало, мне не хватало какого-то стержня, мне не хватало чего-то самого главного в этой жизни. И я вот с тех пор начал очень серьезно задумываться, куда катится моя жизнь, я понимал, что я приближаюсь к смерти, что что-то со мной не так. И на то время, когда я работал в охране в банке, один был парень верующий, ходил в церковь, он верил в Иисуса Христа, и он мне начал рассказывать об Иисусе Христе. После того, как мы с ним подружились, мне он показался таким светлым человеком, потому что все везде темные, все везде от него отрекаются, это он верующий, пусть ему Бог помогает и так далее. Но он был как действительно белый ворон, он светился весь, я видел в нем свет этот невидимый, чистоту какую-то. Ну и мы с ним подружились, и мне всегда была интересна тема Бога, тема общего размышления, вообще есть ли Бог, для чего я тут живу на этой земле, что дальше и так далее. Мы с ним подружились, и он мне сказал главное, он мне сказал, есть Иисус Христос, это историческая личность, Он спас меня, ну Его, изменил Его жизнь очень сильно, и Он может, если ты в Него поверишь, Он может дать тебе чистую, святую жизнь. И вот тут вот меня это, конечно, потрясло. Я думаю, как в этом грязном мире, после того, что я перепробовал, после того, что я испытал, вот это все негатив, это все неприятное, вот это проклятие, через которое я прошел, дошло до того, что я даже других уже присаживал на эти вещи, то есть я был сам носителем проклятия, то есть дьявол уже через меня начал других проклинать и других людей присаживать на вот это вот, на наркотики. И я понимал, что как можно жить этой чистой и святой жизнью? Я начал серьезно задумываться, думаю, да это невозможно. Он говорит, это возможно. Рассказал мне историю, я говорю, да я может как-нибудь приду в другой раз, начал оттягивать, он мне рассказал историю, что один парень у него знаком, это правдивая история. Он ему рассказывал об Иисусе Христе, и тот все оттягивал, говорит, я в следующее воскресенье приду в церковь, я потом приду к Богу. И дошло до того, что он попадает в автомобильную катастрофу, разбивается насмерть на месте. Вот, и говорит, ну я не знаю, я ему все, что мог сделал, я свидетельствовал, ему рассказывал, а он погиб. И он теперь с Богом разбирается. Вот такой вот, как бы, ну дал мне намекнуть, что ты типа долго не затягивай с этим, если Бог тебя побуждает, касается твоего сердца, то приходи к Нему. И я все равно долго размышлял, я еще где-то, не знаю сколько, у меня несколько месяцев было размышления. Вел-то меня Господь уже давно, но у меня было очень много размышлений, я не мог вот это оставить, вот это вот, знаете, вот этот грех мой любимый, который меня влек, который был смыслом моего жизни, удовольствие это. Мне было очень тяжело. И два раза я приходил к Господу, один раз я пришел, по-моему, это было в 96-м году, да, я пришел, побыл с Богом где-то, наверное, неделю. Я начал к Нему приходить, я начал молиться вроде как, пришел в церковь, пришел на домашнюю группу, вот. Но через неделю я отвернулся, и дьявол мне начал нашептывать мысли в голове, говорит, зачем тебе это надо, ты молодой парень, иди веселись, развлекайся, я тебе дам больше, я тебе дам лучше, зачем тебе эта церковь, эта церковь для бабушек, зачем тебе эта вера, ты молодой, тебе надо еще жить, веселиться, развлекаться, а ты себе выбрал какую-то ограниченную жизнь, жить под законом, ну, как он мне тогда внушал. Я ехал с работы, размышлял над этим, и, вы знаете, я начал приходить к убеждению, что мне это не надо. Или, по крайней мере, я еще хочу нагуляться, знаете. Вот я такой человек, пока не достигну дна, не начну кричать к нему. Вот так меня Бог вел, и я, как это случилось, я вернулся в мир. Я вернулся в мир, неделю побыл с Богом, Господь мне чуть-чуть приоткрылся, жизнь моя уже начала меняться, но, тем не менее, я вернулся в мир, говорю, мне не нужны верующие, мне не нужна церковь, я перечеркнул все в своей жизни и вернулся назад в мир. И после этого прошел ровно год. Я опять вернулся к Богу, но уже на самом деле с более посвященным сердцем. Как произошло то, что со мной начало происходить еще хуже. Написано в Библии, что когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя покоя, говорит, возвращусь в дом мой. Дом – это жизнь человека. Откуда вышел? И находит эту жизнь чистой и выметенной, обранной, то, что уже Бог сделал свою работу. И говорит, пойду возьму семь злейших духов, и вошедшие живут в этом человеке, бывает для человека того последнее хуже первого. То есть нельзя отходить от Господа. Если ты уже пришел к Нему, то нужно Ему служить, Ему посвящать свою жизнь. И я отошел от Бога, и для меня было действительно серьезно. Я почувствовал, что уже не я живу, а уже живет во мне грех, живут во мне уже эти нечистые силы, миной уже управляют, я так настолько опустился. Конечно же, я получил все. Я получил все от избытка. Я получил женщины, я получил наркотики, я получил удовольствие все, которые только можно было за этот год. Но мне так было страшно, такое чувство, что Бог отобрал свою милость, свою благость, свою любовь от меня и говорит, ты хочешь быть во грехе, ты хочешь этот мир? Иди, иди, пойди, и я тебя как бы отпускаю. Делай то, что ты хочешь. Ты избрал это дело, я не буду тебе мешать. Я пошел, вы знаете, так страшно было, я как мячик футбольный, знаете, туда-сюда, туда-сюда. Меня как бы футболяли. И я чувствовал, что моя жизнь мне уже не принадлежит. Не я уже живу, а грех уже живет во мне и управляет всей моей жизнью, уже господствует. И такое было чувство, что надо мной уже дьявол смеется, уже положил меня в лужу и смеется надо мной, топчется на мне и смеется, и я ничего не могу сделать, я не могу подняться, потому что я в этом грехе живу. И мне было действительно страшно, я действительно, мне было очень плохо. И были мысли, Бог ко мне проговаривал даже тогда, говорит, одумайся, остановись, потому что ты плохо закончишь. Я чувствовал, что моя жизнь приближается к смерти. Я летел вниз со страшной скоростью, как сила притяжения, как вроде я, знаете, в какую-то лечу, в какую-то яму лечу. Я пытаюсь остановиться, вот это спорт, вот эта система Иванова, там что угодно там было, но я не смог. Я пытался хвататься за эти сучья, за землю, но я все равно приближался к смерти. Я чувствовал, что моя жизнь приближается к концу. То есть, меня Бог поставил на то время перед выбором, говорит, если ты будешь так продолжать, то тебе еще годик-два, годик-два еще с такими темпами, и все, и твоя жизнь на земле закончится. Я понимал, что я уже как 100-летний старик, который уже прожил свою жизнь, и жизнь уже приближается к смерти. И вот тогда я серьезно начал задумываться над смыслом жизни, вот тогда я серьезно начал искать Бога. Я с другом, мы как бы общались еще в субботу, я предложил, говорю, ты как хочешь, я в это воскресенье иду в церковь, я хочу покаяться, хочу попросить у Бога прощения, мне хочется изменить свою жизнь. Потому что я понимал, что даже если я получу свободу от наркотиков, я как бы был убежден, что в церкви мне помогут, и свобода придет. Мне ничто не помогало, но я почему-то знал, что мне в церкви есть какой-то свет, и там мне реально помогут. Но даже если я понимал, если я даже получу освобождение от наркотиков, то все равно я буду жить в этом грязном мире, все равно я буду ругаться, все равно я буду материться, все равно я буду спать с женщинами, все равно я буду по всем этом находиться грязным. Мне захотелось полностью изменить свою жизнь. Я подошел к этой черте, и мне захотелось действительно измениться. Я говорю моему другу, говорю, ты как хочешь, я в это воскресенье иду в церковь. И вот в субботу мы еще курили, мы еще пили, еще дьявол нас держал до последнего. То есть еще вот эти все греховные вещи были в нашей жизни. В воскресенье мы пришли еще в таком дурмане, еще в таком неполном осознании, но появилось решение, принять решение, вот это появилось желание принять решение изменить свою жизнь. И мы пришли в церковь, что меня поразило, что там веселые, радостные лица, что все улыбаются, что все приветствуют, что все это, и это не было дотянуто, это не было лицемерно, то есть люди действительно радовались. И я думаю, у меня уже было такое представление о жизни, что как можно радоваться, как можно радоваться без выпивки, как можно радоваться без наркотиков, как можно радоваться без того, как покурил, то есть вел себя в определенное состояние. То есть как можно вообще радоваться. А эти люди радуются, я-то знаю, что верующие это всего не употребляют, и они радуются искренне. Я думаю, да, это интересно. И я думаю, мне захотелось тоже иметь И то вот эту радость без наркотиков. И была проповедь, и в конце пастор приглашал на покаяние. Я вышел, попросил у Бога прощения, помолился молитвой, повторил. Вы знаете, гром, как говорится, гром и молния не грянули в этот момент. То есть ничего сверхъестественного не произошло. Но что произошло, мое внутреннее желание, мне захотелось действительно измениться. И вот пришло такое понимание, какой-то просвет пришел. Да, это надежда. Да, есть надежда, есть выход. И где-то через неделю спустя, эту неделю я начал молиться. Мне говорят, тебе нужно продолжать молиться дома. Конечно, это все было немножко глупо. Первое время, когда ты никогда не молился, первая твоя молитва, ты обращаешься к Господу. Ты просишь у Бога помощи, ты просишь у Бога прощения. И мысли возникают, эти мысли приходят от дьявола, который говорит, «Кому ты молишься? Ты что, ненормальный? Ты к стенке обращаешься, к шкафу? Зачем ты это делаешь вообще?» И такие мысли. Но, тем не менее, я продолжал молиться дома у себя и просить у Бога прощения. Ничего не происходило сверхъестественного. Просто появилось вот это желание внутреннее. Я шел за этим желанием, думал, ну, может, Бог как-то откроется. Я даже не понимал, не представлял, как это должно быть. И вот мне дали фильм Иисус. Тогда этот фильм был на кассетах, на видеокассетах. У меня тогда уже был телевизор, я себе купил видеомагнитофон. То есть у меня было все, в принципе, в чем я нуждался. И вот я пришел к Иисусу таким образом, когда я смотрел фильм Иисус. Вдруг я увидел Иисуса Христа, которого плевали, которого унижали, которого били, которого в итоге распяли, убили. И я смотрю на Иисуса Христа, на его облик, на его жизнь и думаю, он такой добрый человек. Он не сделал ничего плохого вообще достойного наказания, а тем более смерти. У меня было такое ощущение, как будто бы сам Иисус пришел в мою комнату. Я не видел его физически, но я переживал такое Божье прощение, такую Божью любовь. Я видел Иисуса Христа, которого вели, которого унижали, которого били, на которого плевали, которого распинали. Страшная смерть. Я думал, почему он там? Почему это с ним делает? Он же невиновный. И ко мне начинало доходить, как Бог возлюбил меня, что отдал своего единственного Сына Иисуса Христа за меня. Я просто увидел это именно реально по телевизору. Я увидел этот фильм, и меня Бог очень сильно коснулся, и показал, как Он сильно любит меня. И меня, который вообще жил в ненависти, ненавидел других людей, жил вообще в страхе и в непрощении. И мне казалось, что я такой страшный человек уже, что мне так плохо, что я такой негодяй, думаю, как меня можно любить. Человеческая любовь любит тех, кого любят. Но Бог любил меня грешненько. И вот это меня, конечно, потрясло, когда столкнулись ненависть и любовь. Меня просто это сокрушило, сломило. Я начал плакать, я начал сокрушаться. И я думал, за что его распинают, за что его убивают. И тут я повстречался. Я человек был такой, уже ненавидел. Уже во мне не было ничего порядочного, ничего доброго внутри. Я понимал, что я действительно умираю. Внутренний человек мой умирает. И я столкнулся, вы знаете, за что меня любить. Я столкнулся с Божьей любовью. Я увидел на кресте себя, что это я должен был пострадать, что это меня должны были убить справедливо, того, что я натворил. Потому что написано, возмездие за грех смерть, наказание за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему. Я увидел себя, думаю, так это же я должен был умереть. Почему Иисус Христос? Почему Он? И вы знаете, Бог так сильно коснулся меня. Бог показал мне, я отдал своего Сына ради тебя. Я отдал Его, чтобы ты жил, чтобы ты на этой земле получил прощение. И вы знаете, в этот момент я начал плакать, я начал сокрушаться. Бог начал касаться моего сердца. Я понял, вот это тогда действительно произошла настоящая встреча с Богом. Я тогда по-настоящему пережил присутствие Божий, и Дух Святой пришел в меня. Такое было чувство, что из меня вынимают грязное стекло, грязное такое, затекшее уже, потекшее, все грязное, и вставляют чистое кристальное стекло, чистенькое, или чистый лист бумаги мне дают. Я как бы родился тогда, родился заново, родился свыше, родился духовно. Я познал Бога. И с тех пор Бог начал меня очень сильно наполнять, Бог начал меня укреплять, Бог начал меня освобождать. То есть я проходил процесс. И вот, слава Богу, благодаря, можно так сказать, просмотру этого фильма, жизнь очень сильно изменилась у меня. Бог вошел в мою жизнь, действительно, я молился, я плакал, я сокрушался. И с тех пор Бог начал меня проводить, процесс освобождения. Бог дал мне совершенно новую жизнь. Это совершенно новая жизнь. Это все равно, что просто на 182 градусов поворот, как говорится. Полностью изменение состояния сознания, восприятия, мироощущения, все полностью поменялось в моей жизни. И слава Богу за это. Вот я уже живу 14 лет с Богом, покаялся я в 97 году. Я счастлив. Я когда-то мечтал о семье. У меня сейчас есть семья, у меня есть жена, у меня есть ребенок. Недавно родился. То есть я на самом деле счастливый человек. Я получил благословение духовное и материальное. Я действительно живу в достатке. То есть Бог мне дает даже несравненно больше о том, о чем я мыслю или о чем я помышляю. То есть Бог, Он хоть и невидим, но Он пребывает с нами. Иисус Христос действительно был на земле. Это воплощение Божье. Это наш Бог. Творец неба и земли. Бог открылся человечеству в двух-трех ипостасях. Это Отец, Сын и Дух Святой. Отец, Бог Отец, Он отослал Сына Своего, Иисуса Христа, Который умер за нас. И когда Иисус Христос пошел на небо, Он дал нам Духа Своего Святого, Который живет в нашем сердце. Который помогает нам жить этой чистой, святой жизнью. Который помогает нам не грешить. И вот действительно то, о чем я когда-то мечтал, оно начало реализовываться в Господе Иисусе Христе. Это действительно, я вам свидетельствую, это правда, это не вымысел. Не подумайте, что верующие люди, они ненормальные или они странные. Может быть, они так и выглядят для этого мира, потому что этот мир не принимает и не принял Иисуса Христа. Но на самом деле это реально. И когда Бог открывается в своей любви, в своем прощении, когда я пережил это, действительно ради Него можно пойти на все. Ради Него можно оставить все. Ради Него можно даже пойти на смерть. Ради Него можно делать все. То есть делать великие дела. Прославлять Его имя. Свидетельствовать о Нем. Жить чистой, чистой святой жизнью при Нем. Если когда-то я только мог мечтать о семье, дьявол не внушал, что это было невозможно. Сейчас я понимаю, что это возможно. И это реализовывается в моей жизни реально. Сейчас здесь, в моей жизни. Прошло уже 14 лет, и я могу свидетельствовать, что действительно Бог, у Бога есть план для моей жизни. У Бога есть Его предначертание для моей жизни. Он желает осуществлять Свою волю в моей жизни. И я теперь желаю исполнять Его волю. Не желание плоти, не желание моих помыслов, не желание моих похотей, то, что я раньше чем занимался, но желание исполнить волю Божию, жить чистой, святой жизнью, прославлять Его имя на этой земле. Сейчас я хожу в церковь, я хожу на домашнюю группу христианскую, где мы собираемся в тесном общении, молимся друг за друга. И в следующей части я вам расскажу все-таки в христианской жизни. Для многих может понадобиться эта информация, это то, что я пережил на своем опыте, как в христианской жизни, будучи верующим, Бог меня подвел к моменту, к черте посвящения. Потому что я, живя христианской жизнью, не совсем жил жизнью посвящения, жизнью чистой пред Ним. И в следующей части я вам расскажу, как Бог меня подвел к этому. Сразу хочу сказать, что когда я уверовал в Иисуса Христа, то жизнь моя как бы не стала лучше, потому что в этом мире присутствует зло, в этом мире присутствует безбожие, непослушание. Я уверовал, с одной стороны, я пережил очень сильную Божью любовь, Божье все прощение, благодаря жертве Иисуса Христа, который умер за меня на кресте, не только за меня, но и за вас, за всех, кто слушает. Но когда я встретился с Божьей любовью, Бог мне дал гораздо больше и настоящее, не подделку, как дает дьявол в наркотиках, а настоящее переживание в любви, когда ты чувствуешь, что ты, что тебя любит Бог, который сотворил небо и землю, который является Творцом, и Он тебя любит безграничной любовью, безусловной любовью. Он тебя любит, Он тебя прощает благодаря Сыну своему Иисусу Христу. И вот когда я с этой любовью встретился, первое, что я сравнил, как вот бывший наркоман, это как вот, знаете, после какой-то дозы, когда ты принял, то есть вот эта радость, которая была, но эта радость была еще сильнее. Я пережил эту встречу с Богом, и я сразу позвонил одной верующей по телефону, которая уже разочаровалась немножко во мне, она уговаривала меня вернуться назад, но я не хотел на то время. И я ей позвонил, говорю, это такой радость, и говорю, это лучше всякого наркотика, это переживание, это радость, это любовь, когда ты ощущаешь, что тебя кто-то любит в этом мире, и причем любит не просто человеческую любовь, а божественную любовь, безусловную, абсолютное принятие грешника. И это меня, конечно, очень потрясло, это переживание, когда ты чувствуешь, что Судья всей Вселенной, Бог, который справедливый, в присутствии которого не войдет ничто нечистое, ни один грешник не может войти в его присутствие, Он объявляет меня невиновным, Он прощает меня, Он говорит, ты прощен. Но прощен не просто так, что Он закрыл глаза на мои грехи, а прощен благодаря Сыну Своему, Которого Он отправил в мир, Который умер за меня. Потому что написано в Библии, без пролития крови не бывает прощения. То есть Иисус Христос, Он умер за меня, Он воскрес из мертвых, Он живой, Он может ходатайствовать за вас, Он любит вас, и Он желает войти в жизнь вашу. Поэтому, если вы помолитесь, если вы обратитесь к Нему, Бог реально откроется вам, как Он открылся мне. Я не выдумываю, я не придумываю, я не сам себя надумал. Я и многие миллионы людей по всему миру, которые встретились с Иисусом Христом, они могут вам это подтвердить. Как сильно их жизнь изменилась, как сильно они пережили эту Божью любовь. Потому что каждый из нас на самом деле нуждается в переживании любви, чтобы нас кто-то любил, чтобы о нас кто-то заботился, чтобы мы были любимы кем-то. И это чувство, оно в нас живет, и мы в этом поиске. Только мы ищем не там, где надо. Поэтому этот путь, когда мы уверовали в Иисуса Христа, он очень узкий, потому что написано узок «Путь, ведущий в жизнь», и немногие находят его. И широкие врата, широкий путь, ведущий в погибель, и многие ими идут, как в этот весь мир, который безбожный, который не верует в Иисуса Христа, не верит в Бога, не ищет Бога, не живет, не мыслит о Боге. Эти люди идут широким путем, ведущий в погибель. Поэтому я надеюсь, что те, кто смотрит это видео, вы один из тех, кто ищет Бога, вы один из тех, кто действительно хочет встретиться с Ним, вы один из тех, кто хочет и на этой земле получить благословение, переживание Божьей любви, и пойти на небо, и быть с Богом, с Божьим присутствием вечно, чтобы не пойти в ад. Слава Богу за это, слава Богу за то, что у нас есть Иисус Христос, наш Спаситель. Он причина нашей жизни. Он та причина, для чего я живу, для чего я дышу, для чего я хожу, для чего я живу в этом мире. Поэтому путь христианина, я не хочу, чтобы вы обманывались, он нелегкий. Он нелегкий. И у меня начались проблемы на работе. Как узнали, что я верующий, причем не просто верующий, а как узнали, что действительно моя жизнь начала меняться, у меня начались гонения, угрозы, вплоть до того, что увольнение с работы. То есть были очень серьезные проблемы, устрашающие такие были обстоятельства, неприятные моменты. Но я понимал, что я не могу уже отойти от Бога, я не могу Его предать, я не могу предать Иисуса Христа, я буду идти до конца. Может быть, я мало знал Писание, может быть, я немного знал стихов, но я переживал Божье присутствие, Его любовь, и я не хотел возвращаться в мир. Меня угрожали, мне говорили, зачем ты, вернись, мы тебя уволим с работы, мы это, а я так закрыв глаза, говорю, Господь, я хочу быть с тобой, я не могу уже от тебя уйти, я не хочу от тебя уходить, и что бы ни было, пусть меня увольняют с работы, пусть что бы со мной ни делать, я все равно буду держаться за тебя. И что вы думаете, прошло время, те люди, которые мне угрожали, те люди, которые сами, ну как бы это не принимали, и начали меня ненавидеть за это, они сами через какое-то время ушли на другую работу, а я еще несколько лет проработал на этой работе, и слава Богу за это. Но Божья любовь, вот это то, что Бог нас ведет, это сильнее любых угроз, сильнее любых испытаний, искушений, то есть если мы будем крепко держаться за Него, если мы будем верить в Иисуса Христа. Еще одно было искушение, это уже как связано с травкой, которую я курил, связано с коноплей, я пришел к своему другу, тому другу детства, с которым я начинал курить траву, я уже уверовал, я уже где-то две недели как был верующим, около месяца, наверное. Я пришел к нему домой, опять же с целью, еще старые связи не были разрушены, и у меня было сильное желание свидетельствовать моим друзьям, неверующим в Иисусе Христе, рассказывать им, как моя жизнь изменилась. Собственно, им не нужно было свидетельствовать, потому что они видели мою измененную жизнь, они увидели, как моя речь стала чистой, я перестал материться, перестал говорить плохое, они увидели мою жизнь измененную, они увидели блеск в моих глазах, один парень увидел фотографию, и контраст увидел на фотографии, говорит, да, у тебя даже глаза, говорит, изменились, потому что, когда ты встречаешься с Богом, у тебя меняется все, у тебя меняется полностью вся жизнь, и глаза, и внешность, и мировоззрение, и речь, и все, и походка, и привычки, и все меняется. Поэтому, конечно, для них это был шок, они действительно были в недоумении. Я пришел к одному парню, и что самое интересное, я думал как-то ему засвидетельствовать, но началось с того, что он мне как бы в кавычках начал свидетельствовать, и говорит, давай мы с тобой покурим. А я такой был человек, я никогда не отказывался, я всегда был только за, я всегда тянул руку, я других убеждал, и говорил, давайте-то, давайте-то, давайте, не отказывайтесь, давайте будем курить, давайте будем пить. То есть я сам был инициатором вот этих всех греховных дел. И тут, когда мне предложили покурить, я, конечно, был потрясен. У меня вернулось сильное искушение, мне сильно захотелось опять это вернуться. Вы знаете, как это нелегко, когда тебе предлагают, а ты чувствуешь, что это твое, это как твоя рубашка, это твое, это твое дорогое, ты в этом прожил, тебе кажется, это таким родным, продолжать этим заниматься. и тут тебе предлагают, и я говорю своему другу, первый раз в жизни я сказал нет. Он мне говорит, давай, я говорю нет. Меня самого потрясло, я думаю, как это я вымолвил, как это я сказал, это слово нет. Для меня это было, конечно, удивление большое было, как это я вообще сказал нет, когда я не, у меня не было в лексиконе нет, я всегда говорил да греху, и всегда говорил да. Он говорит, не хочешь как хочешь, и передо мной прямо он начинает курить, начинает все это. Я сижу в кресле, и вы знаете, я не мог никуда деться, я на это смотрел, и у меня искушение еще больше, и желание это вернуться сделать. Я, конечно, мог, кстати, уйти, но думаю, ну я же пришел к другу, я хочу как-то с ним поговорить, пообщаться, рассказать ему о Боге, рассказать ему о своей жизни. И тут сразу убегать. Поэтому я сидел, как бы сидел, и он мне второй раз предлагает, будешь? Я говорю, нет, я же уже все. А я про себя думаю, я же пошел в церковь, я стал христианином. Нет, я уже не могу. Я не могу уже этим заниматься. Хотя желание, желание было очень сильное. Было такое чувство, что Бог как бы отступил чуть-чуть и ждет, посмотрит на мое решение, действительно ли мои намерения серьезные следовать за Христом. Действительно ли я, буду идти за Ним в таких вот моментах. И искушение, когда мы проходим через вот такие испытания веры, Бог нам дает больше силы, больше своего присутствия, больше своего водительства. И нам, и выводит нас из этой тьмы. То есть без испытания, без искушения в этом мире нету освобождения. То есть мы должны сами увидеть, действительно ли наше намерение серьезное следование за Христом. И вот он меня еще третий раз просил. Я говорю, нет. Ну думаю, сейчас... И он все передо мной это делает. Это минут 10-15 продолжалось. И я думаю, сейчас если еще раз предложат, я уже... Меня уже все. Я уже чуть ли там не трясусь, знаете. Я уже настроился. Думаю, сейчас если еще раз предложат, я не сдержусь. Я начну курить, я начну опять. То есть было очень сильно. Такое ощущение, что ты на краю пропасти. И опять тебя это очень сильно влекло. И он еще не предложил. Он все спрятал. Говорит, идем на кухню общаться. И мы пошли на кухню. Мы начали разговаривать. И эта встреча была... И когда я только закончил это испытание, я встал. И мы пошли на кухню с ним. Я пережил такое Божье присутствие. Я пережил такую любовь. Господь меня начал наполнять. Говорит, молодец. Ты в правильном направлении. Продолжай. Я с тобой. Не бойся. Продолжай отказываться. Продолжай стремиться к чистой жизни. Я буду тебе помогать. Не бойся. И я пережил такое еще одно Божье присутствие. Еще одну такую Божью любовь и поддержку, что Господь со мной. Что я, конечно, был радостный. И потом мы уже с ним общались. Конечно, для них это было удивлением. И для них это было очень сильное свидетельство. Ну, это так вкратце я рассказал о том, что стать христианином – это значит возлюбить Христа всем сердцем своим. Это значит быть готовым к испытаниям. Потому что тебе этот мир, твои друзья будут не принимать. На работе могут быть проблемы из-за того, что ты стал действительно искренним христианином. Не христианином, который живет в этом мире и грешит, и потворствует греху, а христианином, который действительно стал на этот путь, узкий путь, который следует за Христом, исполняет Слово Божие и стремится к чистоте и святости. То есть будут искушения сильные вернуть тебя назад, и будут, может, угрожающие быть обстоятельства какие-то, тоже как Бог попустит в вашей жизни. Вы просто нужно понимать, что существует дьявол, который воюет против нашей души, которого цель – он воюет против Бога, он воюет против нашей жизни, против нашей души, которого цель – затащить нашу душу в ад, и которого цель – разрушить нашу жизнь здесь, на земле. Написано, что дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он – человека-убийца, он разрушает жизнь человека, разрушает взаимоотношения, разрушает вообще основу жизни. И когда человек умирает без Бога, с дьяволом, он идет в ад, потому что в Божье присутствие не может войти ничто нечистое. Поэтому Иисус Христос был нам дан для того, чтобы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную. На самом деле все очень просто, только начните читать Библию, начните изучать Слово Божье, Бог вам обязательно откроется. Если вы действительно искренне Его ищете, Иисус Христос вам обязательно откроется, как открылся многим из нас. Теперь говоря о христианской жизни, когда я начал жить с Богом, я хочу сразу сказать на собственном опыте, что христианину, любому христианину в определенный этап жизни, в определенном период жизни, нужно прийти и принять решение полного посвящения Христу. Что я имею ввиду? Как это было в моей жизни? Потихонечку, несмотря на то, что я нес служение, я закончил библейский колледж, я получил христианское образование, я был лидером домашней группы, лидером прославления. Мы начинали церкви, в Россию ездили в миссионерское служение, в Киеве начинали церковь. Ну немного, скажем так, некоторые мои друзья и подружки спаслись, пришли к Господу. Но, тем не менее, без полного посвящения христианин в очень шатком состоянии находится. Что я имею ввиду? Что это может быть? Вот как на моем опыте, я просто скажу, может быть, вам это поможет понять. Это могут быть компьютерные игры, это может быть интернет, это может быть порнография, это может быть фильмы мирские, это может быть музыка, все что угодно, увлечение какими-то вещами. Что было в моей жизни? Я, когда уверовал, где-то через полгода, через полтора года, мне появилась сильная любовь к компьютерным играм. Я первый сел за игрушку, я начал играть, и мне очень сильно понравилось. И я вам скажу, что с Господом я лет 14 живу, и вот только недавно, где-то год назад, полтора года назад, где-то 13 лет я жил в очень таком шатком христианстве. Я жил, можно сказать, в миру. Я был христианином, и тем не менее, я не в служении. Я был с Богом, да, я переживал Божье присутствие, я молился, я искал. Но у меня постоянная была борьба, борьба, борьба. Бог мне показывал, это в твоей жизни плохо, это плохо. Но я настолько любил, я настолько любил этот мир, что я не мог это оставить на данном этапе. И вот я начал в компьютерные игры играть на протяжении многих лет. С этого началось много проблем. Я день и ночь играл в эти компьютерные игры. Потом появился интернет. В интернете, не побоюсь этого слова, порнография. Для мужчин, я не знаю, как для женщин, но порнография – это очень серьезная проблема. То есть я начал грешить, начал отходить от Бога таким образом. То есть я смотрел, потом возвращался, опять каялся, просил у Бога прощения, чувствовал себя очень отвратительно в душе и в сердце. Через какое-то время опять меня к этому влекло. И это рабство. Это рабство. Если христианин, который родился свыше, в котором живет Дух Святой, в котором любит Бога и тем не менее живет, позволяет себе такие вещи, это очень серьезные проблемы. Вплоть до того, что станет вопрос вообще, пойдет ли он на небо, потому что в Библии написано, не войдет в него, в небесный город, не войдет в Царство Небесное, ничто нечистое. И также написано в Библии, не обманывайтесь, ни блудники, ни белослужители, ни прелюбодеи, ни пьяницы, ни злоречивые Царство Божие не наследуют. Поэтому я понял, сейчас-то я уже понимаю, как ты себя не называй, христианином хоть 300 раз себя называй, хоть ходи ты в церковь, хоть что-то не делай внешне, но если ты внутри грешишь и в сердце, и в жизни, то ты в очень серьезном положении, нужно принять это решение. И я понимал, что мне нужно еще больше изменить свою жизнь, еще больше пройти процесс посвящения Господу. Господь меня подводил к этому. И вот что у меня были, компьютерные игры. Потом где-то там еще в детстве у меня залегла любовь к мистике, мистические фильмы, я позволял себе смотреть, то, что христианину вообще-то неприемлемо. Это все и есть любовь к этому миру, любовь к окружению. То есть, скажем так, это не прямой грех, но это, вот эта любовь к этому, это может быть проблемой, это может быть косвенный грех. То есть человек подходит ко греху по чуть-чуть, по чуть-чуть к краю пропасти. И вот увлечение компьютерными играми, порнографией, музыку нехристианскую я слушал, там скутера, разные, там техно, будучи христианином. И это все я любил, и это мне все нравилось. Под разными предлогами я думал, ну это же не грех, там, послушать музыку, там, побегать, выйти на стадиончик, побегать, послушать мирскую музыку. То есть я позволял себе это, и считал это нормальным. Посмотреть мирские фильмы, мистику и так далее. Что произошло? Где-то год-полтора назад, когда меня Бог подвел к полному посвящению, я начал увлекаться, так как я всегда мистикой, когда какая-то мистика у меня была. И это постепенно, в христианской жизни, когда я жил уже с Богом, постепенно, постепенно, весь этот задний шлейф, шлейф прошлой моей жизни, он начал внедряться опять же в мою христианскую жизнь, опять же меня тянуть. Но только каким образом дьявол меня обольстил? Он как бы не тянет меня назад в мир, но он навеивает мне желание и стремление к этому мирскому. И я как бы стал христианином таким омерщвленным, то есть таким мирским. Любил вот это все, что мирское, вот это вот все, что было. И я вот эти фильмы смотрел, начал увлекаться там НЛО всякое, читал про НЛО. Потом, хотя я с самого начала все это, Бог меня освободил, но потом пришла опять вот эта зависимость от этого всего. То есть не было вот этого посвящения. И от этой мистика вся пришла к мою жизнь. И я, вы знаете, внутри в моем сердце было видно какое-то еще желание, неудовлетворенность, какой-то корень был в моей жизни. И я начал увлекаться еще кроме этого, набрел на информацию такую, что сейчас очень модно и популярно осознанные сновидения и астральная проекция. Люди этим занимаются. Может быть, я отдельную тему этому посвящу, как расскажу свое полное свидетельство об этом, если кому-то будет интересно. И я увлекся этой астральной проекцией, начал читать, начал себя убеждать в том, что тут вроде бы ничего такого страшного нет. Хотя это явный грех, это явное заблуждение, это явно дьявольское проявление. Я начал этим увлекаться, и началось вплоть до того, что Бог меня остановил, Он лишил меня сна. Я три дня не спал, я был в очень страшном состоянии, очень неприятные у меня были переживания. Я не хочу сейчас много просто об этом рассказывать, потом, может быть, в другой раз я поделюсь. И Бог очень сильно меня начал проводить, начал открывать мне себя, и начал, ну, как бы, Он меня лишил сна, для того, чтобы я вызвал к Нему. Я начал к Нему взывать, я пригласил одного брата, мы с ним вместе молились, я каялся пред Богом, я рассказал ему ситуацию, какая случилась. И потом пришло очень сильное сокрушение. Это можно сравнить со вторым покаянием, что ли, в моей христианской жизни. Когда Бог коснулся меня так сильно, я начал опять плакать и сокрушаться, я понимал, что я не на том пути, я вообще не туда зашел. И Бог как шелуху начал с меня снимать вот эти все, любовь к этому миру, мирскому, вот этому всему, к фильмам, компьютерные игры, все это ушло из моей жизни, это уже где-то полтора года прошло с тех пор. И это все больше не возвращается. Порнография, я уже к этому больше не возвращаюсь. И музыку, вот это все, чем оперирует этот мир, все, что было в моей жизни, все это ушло само собой. Просто Бог освободил меня, показал, что это просто в твоей жизни не надо. И я пережил опять же Божье прощение, опять же Божье принятие, и пришла степень посвящения Господу, определенно, еще глубже я познал Бога, еще глубже Он мне начал открываться, и показывать это в твоей жизни не надо. И вот такое вот свидетельство я хотел рассказать. И если Бог побудет, я потом еще более детально, может быть, расскажу. Простите меня, если я где-то что-то нечетко или неясно говорю, я специально не готовил там большой конспект для того, чтобы рассказать. Просто как было побуждение от Бога, и желание, я практически говорю не с листа, а с того, что у меня есть на сердце к вам. Поэтому пусть вас Бог благословит. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, какие-то дополнения, вы видите адрес на экране, мой имейл, если есть какие-то вопросы, пишите, я буду рад общению с вами. Пусть Бог вас благословит, пусть Бог поможет вам найти Иисуса Христа, пусть Бог действительно откроется вам, потому что жизнь на земле очень краткая, очень кратковременная, и мы не знаем, что с нами будет завтра. Поэтому принимайте решение сегодня, пусть вас Бог благословит. До свидания. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok